Только британским ученым удалось вычислить формулу идеального бутерброда с беконом и выяснить, что худые люди едят меньше полных. А сколько еще открытий чудных готовит просвещение? Забавные, но по большей части бесполезные открытия. В отличие от изыскания студентов Московского индустриального университета, у себя в лаборатории они создали самодвижущиеся роликовые коньки и мотометлу. Идея сделать самоходным все, что может двигаться, приводит людей к необычным изобретениям. Одно из таких устройств, а именно роликовые коньки с мотором, сейчас испытывает московский студент Александр Оськин. В первую очередь одеть роликовые коньки с электроприводом, подсоединить все провода, они уже присоединены и не забыть аккумулятор. В принципе все. Человеку-электророллеру не нужно отталкиваться ногами. Поможет набрать скорость небольшой моторчик, прикрепленный к заднему колесу конька. Нажал на кнопку пульта управления, поехал. Отпустил, останавливаешься. С данным электродвигателем скорость примерно около 10 км в час. Можно поставить другой, более мощный электродвигатель, и скорость, соответственно, будет выше. Впрочем, пока повышать динамические характеристики студенты не собираются. Если поставить дополнительный двигатель на второй ботинок, ролики останутся без тормозов. Есть в арсенале изобретателей машина и посерьезнее. Мотометла работает на бензине и способна разогнаться до 30 км в час. Поэтому на всякий случай я надел каску. Со стороны ездок и впрямь напоминает ведьму на метле. Только летит не по воздуху, а катится по земле. В этот момент роликовые коньки на ногах заменяют ему руль. А сама метла служит дополнительной точкой опоры и движителем. Это маленький моторчик внутреннего сгорания от какого-то культиватора хозяйственного. Велосипедное седло и трубчатая конструкция складная. И взято колесико от самоката. Кстати, попытки создать нечто подобное предпринимаются и на Западе. Своё видение мотометлы недавно представили зарубежные инженеры. Однако у российской разработки есть важное преимущество. Наши конструкторы придумали, как заменить обычное колесо роликом с шипами. В такой модификации кататься на мотометле можно даже зимой, по льду и снегу.